Привет, меня зовут Арина Тарасова. А я Крис Тарасов. Мы живем в Якутске. Мы учимся в первом Б-классе в 21-й школе. У нас тут очень холодно зимой. Прямо как в космосе. А ты знаешь, что был в космосе? Гагарин. Был в космосе тихоходочка. Тихоходка самый маленький космонавт. Водяной негрец. Я думаю, что ход бы у нас зимой выжила, а? Не знаю, давай проверим. Надо все узнать о тихоходке. Вчера надо посмотреть в книжке. Тихоходки очень маленькие. С размером смаковая фермерка. Мам, мне нужен микроскоп. На. Ты стоят, случись? Вот, ты в голове делай. А я посмотрю в интернете. Пап, нам нужен мох. Где я тебе его найду? В Якутске зимой. В лесу поищи, на даче поищи. Аааа. Спасибо. Спросим у ученого. Евгений Николаевич, живут тихоходки в Якуте. Добрый день, меня зовут Евгений Николаевич Попов. Я являюсь ведущим экспертом лаборатории биотехнологии и занимаюсь изучением членов Якуте. Есть ли у нас тихоходки? Конечно, есть. Это виды космополит, которые обитают на всех полушариях Земли, на всех континентах. Они встречаются у нас, но найти их сложно, а за 8 лет я нашел их всего один раз. Это было в Мху, в районе Сергеляха. Кто-нибудь изучал тихоходок в Якутии? Тихоходки, к сожалению, очень плохо описаны. И я, например, не встречал ни одной публикации, которая посвящена тихоходкам в Якутии. Let's go. Мы взяли поводный мох с дачи. Еще взяли мох с дерева. Третий образец муха, взяли засохшие поделки. Замочили водой на шутки. Замочили искать тихоходку. Ну как, нашла, 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 что нет? Дай мне, пошли, дай, дай, дай. Что-то какие-то инфузоры. Что-то бегает. Что, настоящая тихоходка, видишь? Ну, это не настоящая тихоходка. Там какие-то точки, если нет. А, она в криптобиозе, да? Тут очень много тихоходок в микробиозе. А потом мы увидели тихоходку, но она крепко спала. Она была в криптобиозе, и на каждой космосе. Ура, мы летом найдем тихоходку. Ура, мы летом найдем тихоходку. Перед у озера во муху жила тихоходка. Она была очень маленькая. Отмечко пришел ученый, посидел тихоходку в банку и унес в лабораторию. Встал и язык один. Он нагревал воду с тихоходкой. Тихоходка в 100 градусов. Замораживался тихоходкой. Пытывал на ней радиацию, но все было с тихоходкой нипочем. Она впадала в пептобиозе, что и засыпала. Тогда свеченый отправился в тихоходку в космос. Она стала первым земным существом, побывавшим в открытом космосе. Она не просто выжила, но и обзавелась потенцией, то есть и той машиной. Это охотка в динаме лежит на самый маленький отменаск. Субтитры создавал DimaTorzok